Доброе утро, друзья! Ох, ветрюган такой! Прямо, что называется? Какое небо красивое! Ох, там что-то летало, что ли? Или такие облака? Ой, какое небо красивое прям! Холодно, видимо, на улице. Так, что там на градуснике? 14 градусов. Я смотрю, что люди прям идут, прогибаются. Вчера вечером шел дождь, прям такой сильный шел. Опять у нас как в тропиках. Днем вроде бы как тепло, потом к вечеру дождь. Не знаю, сегодня будет дождь или нет. Я встала, как всегда, сегодня рано. Пол шестого уже проснулась. Вчера легла в одиннадцатом. Нет, вру, даже в одиннадцать легла где-то минут без десяти, одиннадцать. Вот. И с пол шестого я там выставляла видео. Хочу сказать, что утром на YouTube видео выставляется быстрее, чем вечером. Что творится, что творится! Дует, как сильно ветер. А здесь я постирала образец. Сегодня решила повязать образцы. Это пряжа, по-моему, Дропс. Я не буду врать, я потом все расскажу. Вот. Я его постирала, связала, постирала. Пускай сохнет. Здесь я отварила яйца. Буду делать салат. Ну и, как вы поняли, это мое рабочее место. Здесь я вяжу носочки. Вчера провязала вот только столько. Вот только столько от носочка. Ну, у меня как-то нет цели такой, чтобы... Иногда, конечно, я заряжаюсь и вяжу прямо от и до. Но, в данном случае, как-то у меня вяжется по чуть-чуть, да, и вяжется по чуть-чуть. Связала там, допустим, вчера я показывала там пяточку, да. Ну, имеется в виду вот эту часть. И потом вечером у бабочки сделала. Вот. Так что, по чуть-чуть вяжу. Ну, конечно же, я здесь, именно около компьютера, большую часть времени я уделяю вот этому вязанию. Я не засекала, сколько я за вчера связала. Вяжу себе, да и вяжу. Очень мне нравится. Просто фантастика. Вот. Вы мне там в комментариях написали о том, что тоже многие увлеклись этим вязанием. Ну, мы ж, видите, мы люди... Как сказать? Особенно вязальщицы, когда что-то новенькое умеем. Ну, по крайней мере, я могу за себя говорить, что когда я что-то новенькое увижу, и особенно, когда уже я понимаю, что у меня что-то начинает получаться, мне хочется, как говорится, освоить это так, чтобы уметь. Вот. Вот здесь я уже вяжу без всякой схемы. Я связала вот до половины со схемой, а дальше уже я стала вязать без схемы. Конечно же, по уроку Юли. Вот. А дальше вот я, в общем-то, уже сама смотрю по узору, что тут у меня получается. И, в принципе, я не вижу ошибок. Я имею в виду в узоре я... Может, я ослепла. У вас глаз не замыленный. Может, вы что-то где-то увидите, но я не вижу. Вот. Я столько себе схем натырила с интернета. Я тут Инночку смотрю, там у меня лампа отсвечивает. Без лампы вязать очень сложно. Так, что тут у меня? Вот, посмотрите, какая красота. Ну, во-первых, у меня вот в задумках связать плед мозаичным узором, про который я говорила, да? Вот так он выглядит, этот плед. Вот. Здесь он у меня в формате PDF. И у нас получается 32 схемы. Опять же, я не могу пока сказать, какого размера. Ну, скорее всего, что будет зависеть размер от пряжи, от крючка, которым вы будете вязать, и от плотности вязания. Ну, сам плед, конечно, бесподобен, да? Красивый. Вот. Это плед. Так. А здесь вот такие схемки. Они очень красивые. Всякие разные. Вот эту мне хочется тоже связать. Но это тоже на плед. Вот такая схема. Но каких схем только нет, конечно же. Вот эта тоже очень красивая. Но она, видимо, замороченная. Здесь, кстати, это такая схема, которая обозначений на ней нет, да? Это придется, допустим, ну, если вдруг я захочу связать, это мне придется самой уже рассчитывать, где и когда, каким цветом вязать. Но это ж я надеюсь, что я до такой степени освою, что уже смогу сама обрабатывать эти схемы, да? Разрабатывать, обрабатывать. Но это же, извините за выражение, дурак думками богатеет. Неизвестно, что будет завтра. Может быть, я перегорю. Вот такой 3D-узор. Такой тоже. Ой, это вообще бомба. Это гроздь винограда, наверное, или цветочная лоза. Ну, вот пока столько, но, в общем-то, они есть. И это, кстати, здесь вот уже разработано, стоят крестики, как вязать. Вот. Так что я сижу тут и продолжаю вдохновляться. Сейчас я хочу показать вам, ну, опять скажем, о своем больном. Да, это я не скрываю, что это больное мое. Я каждое утро захожу на YouTube и смотрю, сколько я заработала, потому что я от этого завишу очень. Вот. Я не собираюсь этого скрывать. И, в общем, посмотрела, какие у меня видео больше всего зарабатывает. Да. И здесь у меня написано, что вот этот ролик, который, ну, как на это не смотреть, больше всего набрал просмотров. Сейчас я на него нажму. И мы посмотрим с вами аналитику по этому видео. и у меня получается на этот момент просмотров 100 тысяч. Видите? И заработок 5,86. То есть 6 долларов. Вот представьте, 6 на 6, 360 рублей я заработала 100 тысяч просмотров. 100 тысяч. Это вам о чём-то говорит такая? Это цифра. Что можно, о каком заработке говорить, если, допустим, 4 тысячи смотрят мои видео. Да? 4 тысячи человек. Вот можете себе представить. Я... Меня уже просто смех разбирает о таких заработках. Ну, о заработках. Ну, копейка, рубль бережёт. Я же уже говорила, и говорю, для меня любая сумма это плюс к моему бюджету. Но я хочу сказать... Ну, просто удивляет то, что вот такой заработок. Просто мы, можно сказать, работаем за бесплатно. Ну, что, дорогие друзья, я сегодня Аки, пчела, джёлка, я сегодня целый день снимаю видео. Что я сейчас сделаю? я хочу заварить себе чаёчек. И пока чаёк будет завариваться, я сделаю салатик. Вот. Я ещё не открывала этот чай. Впервые я это делаю. Не пробовала. вот. У меня есть приспособление. Так. В комментариях мне написали, что это очень вкусный чай. Попробую. 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 Значит, моя кружака. Кружечка. У меня есть вот такое приспособление, чтобы не заваривать в этот другой посудине, да? Правильно я выразилась? Так. Чё-то не закрывается. Да. О! Закрылась. Вот. Залью. И пусть заваривается, да? Вот. А это уберём. Так. Надо это стерить. И что? Хочу сделать салатик. Салатик это не салатик, а намазка. Ну, может быть и салатик. Каждый по-разному называет свои блюда. Я лично уже говорила, не раз говорю. Мне всё равно, как он называется. Я у меня не кулинарный канал, поэтому кто захочет, тот посмотрит. Кому что-то не понравится, повернётся и уйдёт. Правильно? Вот. Кстати, у меня есть плейлист, который называется «Кулинарная страничка». Там есть подробно, как я делаю эту намазку. Я её очень люблю. Но сейчас консерва стала кусаться. Реже стала я делать её. Но иногда всё равно хочется сделать. Так. Я не вытянула консерву. Так. Где у меня консерва? Я этот раз очень долго выбирала. Стояла, стояла. Там, конечно, выбор большой консерв. вот. Но вроде бы как цена практически одинаковая. А начинаешь её брать, а там всё внутри пустое, да? То есть заливает больше воды, меньше так, не пойдёт. Меньше рыбки, а цену устанавливают большую. А тут вот, да, действительно, баночка заполнена вся. Молодцы, что сказать. Платишь, как знаешь, за что платишь. О! Что называется? Воды практически нет. Вот. Теперь мы отправляем лук, лук и пучей. Я, когда жила на старой квартире, там у нас магазин назывался Радиш. Сейчас его уже там нет, там на месте этого магазина магнит. Но в моих старых видео там очень часто я ходила, ну, кроме него, там близлежащих и не было магазинов других, поэтому точно так же, как у меня сейчас магнит, самый ближайший, там был Радиш, и там постоянно были акции на консервы, не знаю, по какой причине, может, в других магазинах тоже так было. И у меня в рационе постоянно был этот салат, но, к сожалению, вот здесь или в магните это дорого, или, я не знаю, рыба сейчас стала дорогая, потому что, вот, допустим, горбуша не подходи, меньше 100 рублей нет, только дороже. Конечно, есть такая рыбка, которую можно, ну, я имею ввиду консерву, которую можно купить там чуть больше 50 рублей, ну, я же говорю, приносишь домой, а она там в баночке два кусочка маленьких плавает и все. Вот, легко и просто делается этот салат, но, по крайней мере, я его так делаю, я не знаю, как кто делает по-другому, я делаю так. В редких случаях, но я добавляю такую намазку яблоко, у меня обнаружилось случайным образом, яблоко, не знаю, почему я его так оставила без внимания, и оно такое уже застарелое, но его еще кушать можно, поэтому я решила добавить тоже в этот салат яблоки, если есть, я добавляю во все салаты, мне нравится вкус яблока, такой пикантный, очень нравится, когда попадаются яблочки в салате, вот, поэтому в моем случае это не портит блюдо, а наоборот мне еще вкуснее, вот, я сегодня кушала на завтрак рис, я вчера его варила, на завтрак кушала просто рис с чаем, иногда бывает просто люблю покушать рис без каких-то дополнительных продуктов типа сардельки, сосиски, мясо какое-то с удовольствием тоже ем, ой, ну я не привереда, так, что-то прям в глаза лезет, лук слишком едучий, у нас сегодня, кстати, на улице солнышко, не знаю, как там по поводу температуры, потому что мне некогда было смотреть уже после обеда туда попозже посмотреть, но светит солнце, у меня в квартире тепло, 25 градусов на градуснике, причем это не зависит от того утро или вечер, я с утра проветрила везде, закрыла двери, правда, в течение дня не открывала, сейчас пойду открою, так, яблочко пошло, ну и теперь основной ингредиент помимо нашей консервы это яйцо, это яйцо, вот у меня специальные приспособы есть для того, чтобы яйцо быстро, как говорится, добавить или как это сказать в блюдо, я смотрела мимозу, хотела сделать мимозу, ну мимозу надо ту, надо это, надо этот сыр, там у меня сыра нет, поэтому я решила, думаю, не буду я что-то делать другое, сейчас вот сделаю, мне надолго хватит этой намазочки, так все быстро и сыр как говорится, теперь нужно добавить майонеза, у меня одна подписчица, ну я не знаю, может просто зритель написал, как вы там со стола поднимаете в рот, вы знаете, я в течение дня сколько раз протираю стол, он у меня можно сказать стерильный, поэтому то, что я поднимаю и в рот, я знаю, что у меня там, я знаю, что я поднимаю, так что, ну опять же, я же не ваш рот, свой рот, если там что-то не так, мне иной раз смешно от таких зрителей, я же не с пола подняла, а со стола, ну и все, можно сказать, что он у меня готов, салатик намазка, ай, как сейчас вкусно будет, ну и все, ну и все, ну что, чайочек я заварила, хлебушек есть, намазочку сейчас намажу, мне один мужчина написал, а почему вы готовите и не показываете, как едите, я не знаю, почему, почему такой возник вопрос, вот показываю, очень вкусно, да, вкусно, знаете, еще что, некоторые консервы, берешь, они очень-очень соленые, вот эта консерва не соленая, нормальная, придется, наверное, даже досоливать, вкусно, ладно, буду и кушать, я показала, что кушаю, думаю, этого будет достаточно, доброе утро, друзья, голубочек где-то гулит, сейчас время полшестого я проснулась полпятого и не знаю, что со мной происходит, но я просыпаюсь чуть свет, сейчас на балконе 10 разусов, я решила выйти посмотреть, дождь ночью шел или нет, я уже подвечала на комментарии, позавтракала, потому что уже сейчас, как я не сплю, даже уже повязала, в этом видео будет информация за два дня, такой растяжной вложек у меня, город уже по чуть-чуть просыпается, уже позже темнеет, люди на велосипедах куда-то едут, на работу, наверное, сейчас вот спи не хочу, темно, главное, когда утром рассвет был, скажем так, в пять часов, да, пол четвертого, я спала, там до семи, до восьми, а сейчас спи не хочу, нет, подымает меня непонятно, что, чуть свет, я вчера же снимала видео и красилась, теперь у меня аллергия, заложен нос, течет с глаз, глаза опухшие, может, это не дало мне поспать, ну, красота требует жертв, как говорится, так, пойду дальше работать, время девятый час, и у меня здесь готовится мяско, я его вначале обжарила, это вот то мясо, которое я покупала, порезала типа на отбивные, но я эти медальоны еще поразрезала на такие крупные кусочки, и хочу еще сюда сейчас добавлю крупные, крупными кусочками картофель, морковь, кабачки, лук, и все это протушится, в общем, будет мясо с овощами. Ой, а здесь я связала уже носочек, вот, и хочу вам показать, как смотрится этот такой носочек на ножке, будет смотреться, вот такой симпатичный носочек, вот так можно отделять пяточку, это очень удобно, что, допустим, определенное количество вот этих рядов, это платочная вязка у меня, здесь можно количество петель регулировать, допустим, в моем случае здесь 4 петли, можно, допустим, 3 или 2, да, пяточка у меня укрепленная, ну, как обычно, мы всегда вяжем, вот такой подъем симпатичный тоже у меня получился, вот это я провязала здесь тоже платочной вязкой, чтобы гармонировала с пяточкой, и вот такие получаются, конечно, они гораздо больше получаются, это размер, наверное, на 35-36 у меня манекен, здесь уже я набрала еще на один носочек, это я вчера вечером связала, пока у меня грузились видео, вот, сегодня вот начала, только начала еще не довязала, я сегодня закрывала уголки, ой, не уголки, как это называется, ну, в общем, носочек закрывала, у меня вот такое закрытие, не как обычно, там с на других своих я иногда с помощью иглы сшиваю, ну, короче, я по-всякому делаю, этот раз мне захотелось вот таким образом делать, потом, когда оно постирается, его вообще даже не будет видно, где я делала убавки, в общем, вот такой носочек получился, переложилась со сковороды сюда овощи, осталось морковку, смотрите, морковка какая внутри, ой, либо это уже старая, либо переспевшая, либо я не знаю, но вот, котом в мышке все время покупаем, ну, все, долила водички, чтобы чуть-чуть прикрывала овощи, а дальше там и сок они еще пустят, а потом посмотрю уже по ходу, может добавлю водички, а может и хватит, и ставлю на медленный огонь, будет у меня тушиться. Запустила стирку, Славик у меня трудится, здесь у меня уже все приготовилось, а время сейчас только начало 11, так что у меня сегодня неприлично есть времени повязать. А вяжу я вот так, практически связала рукав, видите, осталось примерить, мне кажется, можно резинку начинать уже вязать, а здесь я начала горловинку и вот распустила полностью все то, что прорезала. На градуснике 20 градусов машинка стоит, сухо сегодня у нас, дождя не было, вот, ветерочек дует, осень, осень, там солнышко за облаками. Ну, и я, наверное, закруглюсь на сегодня на этом, как всегда в конце видео, желаю всем хорошего настроения, несмотря ни на что, легких петелек, здоровье, самое главное. Ну, и, конечно, я с вами прощаюсь совсем ненадолго, до новых встреч, до новых видео, с вами была Ирина. Ирина.